На берегу реки Кацбах, почерневшие от дождя и крови, сошлись в яростной схватке французские кирасиры и русские гусары. По всем законам военной науки, закованные в стальные латы всадники должны были снять и растопкать легкую кавалерию. Но вышло наоборот. О боевых подвигах гусар Александрийского полка в XIX веке знала вся страна. Бесстрашные и смелые офицеры были готовы отдать жизнь ради своего отечества. В бой шли с девизом «Победи или умри». Служить в таком полку было престижно. В Самару 5-й гусарский Александрийский полк передислоцировался осенью 1910 года. Уже через 4 года он отправился на фронт. Практически сразу в самарских газетах начали появляться статьи о героических поступках бессмертных гусар. Уроженец села Елховка Самарской губернии Николай Кочетов после гибели командира взял командование на себя и лихой контратакой обратил противника в бегство. На счету Александрийского полка сотни побед. Славное дело своих предков продолжает 91-я отдельная бригада управления 2-й гвардейской армии. Она 65 лет дислоцировалась именно в Александрийских казармах и во время Великой Отечественной войны воевала в тех же местах, где в Первую мировую сражались бессмертные гусары. И теперь 91-я бригада получит почетное звание Александрийское. Такое поручение дал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Таким образом мы храним традиции и храним память о той части. То есть вместе с почетным наименованием передается все традиции этого полка. Соответственно мы попытаемся восстановить и музей этого полка уже в части. Ну и военнослужащие могут чистить свою историю уже не с 42-го года, когда образована эта бригада, а с 1776-го года, когда образован Александрийский полк. После подготовки документов и согласований с Центральным военным управлением, 91-я бригада вместе с названием получит все права этого полка. Таким образом военная часть будет хранить традиции и память о славных бессмертных гусарах. Лариса Шлафаст, Юрий Корнаухов, Сергей Баскин. События.